Патриарх Московский Ивсия Руси Кирилл В начале своего визита в Саров патриарх Кирилл провел чин великого освящения Успенского собора, главного храма монастыря «Саровская пустынь». У стен обители его встречали представители областного правительства, руководство Российского федерального ядерного центра в НИФ и священнослужители. Десятилетия назад никто не верил в то, что на месте взорванного главного храма Саровского монастыря появится обновленный собор. Однако уже в 90-е годы прошлого века началось возрождение обители, а в августе 2016-го по благословению патриарха началось восстановление Успенского собора. Совсем еще недавно мы закладывали основание этого храма и так быстро и в таком великолепии этот храм возведет. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что очень многим людям храмы Божии нужны. Нужно восстановление исторической справедливости, нужна правда Божия в жизни. Как считает патриарх, восстановления храмов не было бы без возрождения веры. В своей проповеди Кирилл вспомнил и времена лихолетия, когда и были утрачены многие соборы. Однако и тогда были люди, которые не утратили веру и передали ее последующим поколениям. Весь наш народ эту веру хранил. И последствием этого хранения в том числе и является то великое событие, которое мы сегодня все вместе торжественно празднуем. Патриарх поблагодарил митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия за труды по восстановлению монастыря. Также глава Русской Православной Церкви передал в дар Успенскому собору образ Тихвинской иконы Божией Матери. После освящения возрожденного храма представитель вручил награды Русской Православной Церкви. За внимание и помощь монастырю Саровской пустыни ордена Серафима Саровского были удостоены полномочный представитель президентов ПФО Игорь Комаров и губернатор Глеб Никитин. Орден преподобного Сергия Радонежского третьей степени из рук патриарха Кирилла получил директор ядерного центра ВНЕВ Валентин Костюков. Затем в Большом зале Дома ученых Российского Федерального Ядерного Центра ВНЕВ представитель РПЦ принял участие в заседании Духовно-научного центра. Саровский Духовно-научный центр был создан несколько лет назад на базе Свято-Успенской Саровской пустыни и Российского Федерального Ядерного Центра ВНЕВ по благословению патриарха Кирилла и с одобрением генерального директора Госкорпорации Росатом Сергея Кириенко. За годы работы Духовно-научный центр стал уникальной площадкой для дискуссий, на которой эксперты, ученые, общественные деятели, представители власти и РПЦ ежегодно обсуждают актуальные проблемы обеспечения национальной безопасности, формируют общее смысловое информационное поле интеллектуального ресурса России. Встречу, в которой принял участие патриарх, посвятили теме построения новой реальности, передовой технологии и духовное обновление. В мероприятии приняли участие директор РФЦ НЕВ Валентин Костюков и почетный научный руководитель ядерного центра Ради Илькаев, представители государственной и муниципальной власти, научного сообщества и общественности, сотрудники РФЦ НЕВ. Во вступительном слове митрополит Нижегородский Арзамаский Георгий отметил, что на Саровской земле, где соседствуют Российский Федеральный Ядерный Центр и Свято-Успенская Саровская пустынь, за последние годы сложилась добрая традиция плодотворного диалога и сотрудничества представителей Отечественной науки и Нижегородской митрополии Русской Православной Церкви. Участники обсудили вызовы, которые стоят сегодня перед человечеством. Это риски, связанные с развитием цифровых технологий. В частности, вопрос безопасности личных данных, глобализации, разработка искусственного интеллекта, проблемы экологии и прочее. В заключении, Святейший Владыка поблагодарил ученых за возможность диалога, сотрудничества и взаимодействия. За последние 10 лет сатец ни разу не расчищали. Мусор долгое время откладывался естественным путем и скапливался из точных городских вод. Система гидросооружений нашего города призвана поддерживать уровень малых рек. По правилам эксплуатации, такие водные объекты нужно очищать регулярно. Из-за того, что скорость воды в реке в искусственном сооружении ниже, чем в бытовом ее состоянии, все практически вредные вещества, которые попадают в реку, здесь и остаются. Со временем водный объект зарастает илом с этими вредными наносами, происходит его заеление и заболачивание. Власти Нижегородской области планируют расчистить сатец в 2020-2021 годах в рамках развития паломническо-туристического кластера Арзамас-Дивеева-Саров. На весь проект выделено 42,5 миллиона рублей, часть из которых пойдет на решение проблемы саровских водоемов. На одном из заседаний Думы депутаты подняли вопрос финансирования расчистки русла сатеса. Были обязательства застройщика вложить 400 миллионов рублей в благоустройство набережных, подсыпку песка и там изначально в проекте заявлялась действительно расчистка реки. Идет переосмысление проекта, идет подвижка сроков, там уже возникают областные полномочия, появляются дополнительные условия. Но я с чем согласен, выделялась земля на вполне конкретных условиях за очень недорогие деньги, 10 миллионов рублей. Поэтому все, что было обещано, все для города должно быть сделано. Компания Саровинвест утверждает, что по договору она брала на себя обязательство вложить средства в строительство объектов транспортной, инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства, в том числе в очистку русла реки, только в районе комплексного освоения территории. К 2018 году компания перевыполнила план на 80 миллионов и потратила более 491 миллиона рублей. Специалисты выровняли, расчистили, укрепили береговую зону и увеличили зеркало реки на 11 тысяч квадратных метров. Дальнейшие действия инициативы по эксплуатации и расчистке водных объектов должны исходить от администрации города, считают в компании. Очистка – это инженерные мероприятия, которые должны проводить при наличии проекта на ведение подобных работ. В проекте будут заложены требования, методы и сроки ведения работ. Сейчас происходит стадия как раз выполнения разработки этого проекта, а если быть точнее, то сейчас стадия изысканий. После этой стадии будет выполняться непосредственно само проектирование, затем государственная экспертиза, и только после этого будет выполняться работа по очистке водного объекта. В ближайшие два года расчисят почти 6,5 километров сатица – от кремешков до плотины. Но это временное решение проблемы. По мнению эксперта, необходимо перевести сброс сточных городских вод в замкнутую систему и направить их на очистные городские сооружения. Главное – следовать правилам эксплуатации объектов. Если все требования будут соблюдаться, то качество воды в нашем городе улучшится, а на реке можно будет организовывать зоны отдыха. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Сегодня все больше людей задумываются о том, какой ущерб природе наносит мусор. Большинство из того, что мы бросаем в урны – это на самом деле материалы, которые можно переработать. Чтобы сократить объемы мусора, которые отправляют на полигон, в нашем городе открыты пункты приема отходов, которые будут использованы повторно. Пункты. Есть пункт приема на товарной базе по адресу железнодорожная 9, куда можно прийти и сдать пластик. Также они принимают муклатуру. Есть у нас компания так называемый «Саровский фтормед». Они расположены на шоссе Южном, 26. Они принимают муклатуру, стекло, пластик и металл. Что касается батареек, то в Сарове нет специально организованного места их сбора. Возить их нужно в торговые центры Нижнего Новгорода, где стоят контейнеры для этих опасных отходов. А вот с ртутными лампами все гораздо проще. Принимать их обязана управляющая компания у собственников многоквартирных домов. Либо это пункты приема организуются, либо собственник многоквартирный дом обращается в управляющую компанию. На территорию города у нас есть два пункта приема. Центра ЖКХ. Расположены они на улице Пионерская, 22 и на Курчатова, 29. 1 августа в Нижегородской области стартовал первый этап полного перехода на раздельный сбор мусора. Сначала во дворах появятся контейнеры для сбора пластиковых бутылок. А к 1 января 2020 года еще и отдельные контейнеры для бумаги, стекла, металла и текстиля. В правительстве Нижегородской области пообещали, что до конца этого года будут оборудованы порядка 2000 мест накопления отходов. А во дворы закупят 6000 контейнеров и 1000 бункеров для крупногабаритных отходов. Жители 22 микрорайона на прогулке стараются не упускать детей из виду и постоянно держат их в поле зрения. Юная тому не криминальная обстановка в городе, а переносчики опасных заболеваний клещи. Эти паразиты облюбовали территорию рядом с детской площадкой. Когда мы как бы въезжали в этот район, нам обещали, здесь будет в течение двух лет построен детский сад. Детского сада нет, мы живем уже пять лет в этом районе. Когда он появится, неизвестно. И пока вот он пустует, этот пустырь мы его называем, здесь завелись клещи. Трава выше колена и разросшиеся кусты привлекают маленьких любителей приключений. После нескольких случаев присасывания клещей Татьяна Стяпина запретила своим детям ходить на пустырь. Но малышей сложно удержать на месте. Бывает, у ребенка может мячик закатиться на эту территорию, и буквально две минуты на маленькую девочку сел клещ. Это не единичный случай. На мам садятся, на детей. С проблемой санитарной обработки пустыря жители в первую очередь обратились в управляющую компанию. Мы хотим, чтобы здесь скосили траву всю полностью, потому что трава выросла уже большая, клещей там развелось много. Для начала скосили всю траву, а во-вторых, поморили клещей. Но, как пояснили управляющие компании, эта территория находится не в их зоне ответственности. А стало быть, и тратить деньги жителям на обработку пустыря они не имеют права. Нам было принято решение, поскольку дома там наши, мы пошли навстречу жильцам и решили включить этот участок в план покоса травы. Как нам пояснили в департаменте городского хозяйства, этот участок относится к территории общего пользования и пока не закреплен ни за одной организацией. Для решения проблемы жителям нужно обратиться с официальным заявлением ДГХ, после чего будет решаться вопрос об акарицидной обработке. Диаметр 22 метра, вместимость более 250 тысяч литров воды, 13 насосов, 116 светильников. Это лишь малая часть технических характеристик фонтана в театральном сквере. Десять лет он верой и правдой служил саровчанам и радовал их прохладой в жаркие летние дни. За это время проводился только мелкий ремонт. В последнее время саровчане стали замечать, что из чаш фонтана стала сочиться вода на тротуар. Несущая конструкция произвела трещину и произошла вот такая вот поломка. В настоящее время тут течь нашей подрядной организации, которая занимается эксплуатацией, содержанием фонтана, она ее устраняет. В ближайшее время специалисты ДГХ проведут полное обследование фонтана. По итогам работы комиссии будет ясно, нужно ли делать капитальный ремонт и в какую сумму он может вылиться. При положительном решении подрядную организацию определят на конкурсной основе, а ремонтировать фонтан будут весной следующего года. В этом случае традиционного майского открытия фонтана не будет. Так быстро не получится, потому что если и делать, то надо делать капитально. Там и гидроизоляцию надо, и плитку поднимать, гидроизоляцию делать. Как пояснили в департаменте городского хозяйства, 10 лет – это небольшой срок службы для фонтана. Конструкция могла бы исправно работать гораздо дольше, если бы с ней обращались должным образом. Зачастую сами жители провоцируют поломки фонтана, бросают в него мусор и купаются. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. Анна Лебедева увлекается фотографией более 7 лет. Сначала фотографировала практически все. Со временем стала отдавать предпочтение съемке детей, в том числе и новорожденных. Появившаяся в сети интернет информация о введении ГОСТов на съемку младенцев, ее, как фотографа, с одной стороны, обрадовала. Значит, эта сфера деятельности востребована. Но некоторые требования вызвали у нее сомнения. Это то, что фотограф должен раз в год, по-моему, повышать свою квалификацию. Вопрос, в каких учреждениях, где эти учреждения у нас в России есть, непонятно. Требований к фотографу, оборудованию и месту съемки в документе много. Фотограф должен быть старше 18 лет, несудимый и с медицинской книжкой. Реквизит должен быть изготовлен из гипоаллергенного материала. Также прописаны требования к температуре воздуха в помещении санитарной обработки. Анна считает, что большинство требований фотографы соблюдают априори. Сама перед съемкой я стараюсь дать рекомендации. Я отправляю рекомендательное письмо, где прописаны все пункты, какие родители должны выполнить для того, чтобы съемка прошла хорошо. Обязательными условиями являются температура в помещении. Я прошу подготовить элементарные средства гигиены для малыша, пеленки одноразовые, если пупочек не зажил, перекись и ватные палочки. Мария Ирунич, как мама малышки Майи, считает, что большинство пунктов, прописанных в гости, действительно важны, так как направлены на обеспечение безопасности жизни и здоровья ребенка. С другой стороны, соблюдать строгие госты смогут далеко не все частные фотографы и студии. А те, кто выполнит все условия, непременно поднимут стоимость своих услуг в разы. К тому же, наличие таких жестких требований, как постоянное повышение квалификации в этой съемке и обязательно наличие медицинской книжки, я считаю, и так сократит количество фотографов в нашем городе, по крайней мере, которые занимаются вот этой съемкой. Новые требования должны вступить в силу с 1 января 2020 года. В связи с большой волной негативных отзывов по ГОСТам для фотосъемки младенцев, документы отправили на доработку. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Представьте себе двор вашей мечты. Что там будет? Качели и игровые комплексы для детей, мощеные дорожки и зеленый газон. Основываясь на пожеланиях сыровчан, Артем Белавин создал проект «Идеального двора», который пришелся по душе и жюри международного конкурса «Идеи, преображающие города». В номинации благоустройства дворов, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья, его работа благоустройства дворового пространства заняла первое место. «Было сложно осознать то, что ты победил, потому что я уже сидел в зале, в Совете Федерации уже назвали второе место, третье место, осталось только первое. И я уже расслабился, выдохнул то, что все, можно спокойно дышать, за участие ехать домой. И тут первое место Белавина, Артем, город Саров. И вот, это было неожиданно». На разработку проекта «Благоустройство дворового пространства» у молодого человека ушло более трех месяцев. Он придумывал эскизы, советовался с опытными товарищами и проводил опросы среди жителей двора и близлежащих домов. «Выслушивали их мнение, что они хотят видеть на данной территории, какие мафы, какие горки, скамейки, клумбы и так далее. И уже исходя из их желания, из их мнений, учитывая еще финансовую сторону, сколько у нас денег есть, сколько нужно, мы преработали несколько вариантов». Конкурс «Идеи, преображающие города» в России проводится во второй раз. Он направлен на поддержку талантливой молодежи, которая активно участвует в создании проектов благоустройства городской среды. Всего в конкурсе приняло участие более 700 работ из 73 регионов России. Конкурс проходил в два этапа, первый – заочный. В нем участникам необходимо было отправить фотографии и описание своей работы, после чего компетентное жюри отобрало лучших. В финал конкурса прошли 142 участника. «Защита проходила в течение пяти минут. Нужно было подготовить презентацию, показать макет и работу защитить уже при экспертах. В состав экспертов входили лучшие архитекторы России, которые имеют огромный опыт по благоустройству территории». За победу в международном конкурсе Артему вручили диплом и путевку в Международный детский центр «Артек». Туда молодой человек отправится в начале декабря. Ирина Вашегородцева, Константин Островский и Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Саровский физико-технический институт на воркшопе «Мид энд Хак-2019» представили студенты факультета информационных технологий и электроники Валерий Дьяков, Алексей Субарев и Алексей Пантелеев. Участники прослушали лекции от разработчиков компании «Открытая мобильная платформа», поучаствовали в мастер-классах и пообщались в неформальной обстановке. «Нам представляли саму систему, рассказывали, как с ней работать, как под нее разрабатывать программы. Это такие прям два плотных дня, где мы чуть ли не 12 часов в сутки обучались». Вторая часть воркшопа была посвящена Хакатону. В течение 48 часов участники создавали приложение для российской мобильной операционной системы «Аврора». Саровщане разработали и представили проект, благодаря которому работодатель сможет отслеживать местоположение сотрудников на карте. «Если у компании есть множество разъездных сотрудников, таких как, например, курьеры или водители, ей нужно оптимизировать работу этих сотрудников. То есть им нужно следить, добросовестно ли они работают. То есть, если, например, водитель использует корпоративный транспорт в своих личных целях, они должны об этом знать и, соответственно, наказывать за это и оптимизировать таким образом работу». Идея включает в себя административную панель в браузере и клиентское приложение для телефона. Кроме основной функции, компания может выбрать сотрудника, создать для него задачу, и она автоматически появится в приложении. После выполнения задания администратору приходит оповещение. IT-технологии – одно из главных направлений САР-ФТИ. Институт поддерживает все инициативы своих студентов. «Мы всегда рады, нас импонирует то, что студенты находят какие-то, скажем, области, интересные им за рамками обучения. Если речь есть о хакатонах, у нас есть сформированная команда, она достаточно успешно выступает в различных городах. То есть сейчас был Казань, Иннополис, до этого был Саров, они также выступали в Обнинске, в Москве, в Нижнем». По результатам Казанского воркшопа проект студентов физико-технического института признали лучшим. За успехи в программировании ребят наградили дипломами и призами. Дарья Козина, Владимир Лисик, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Слесарь, строитель, озеленитель и ландшафтный дизайнер – профессии благородные и в современном мире очень востребованные. Попробовать себя в роли мастеров-созидателей смогли ребята на дополнительном мастер-классе в рамках проекта «Необычная лаборатория открытий». Ребятам предстояло своими руками смастерить игрушечный дом. «Нам дали заготовки домов. Они были из коробки, из-под сока. Там они были обклеены. Нам надо было приклеить стекла и двери, которые мы сами нарисовали». После того, как дом был готов, ребята приступили к озеленению территории. Из бумаги они вырезали деревья, а после наклеивали на них листья. «Больше всего мне понравилось рисовать дороги, потому что я ни разу не рисовала поларолонными губками, тычком. И мне это очень-очень понравилось». Такое занятие в «Необычной лаборатории открытий» в библиотеке имени Пушкина проводится впервые. Организаторы уверены, навыки, которые ребята получают на мастер-классах, помогут в дальнейшем при выборе профессий. «Разрабатывая вот такие встречи, мы, конечно, очень многое узнаем и сами. И занимаясь определенной профессией, то есть узкая специализация, как правило, не дает возможности объективно оценить работу людей других профессий. Потому что, конечно, у каждого свой взгляд и на жизнь, и на ситуацию». Попасть на дополнительные занятия в библиотеку имени Пушкина просто. Достаточно собрать более пяти желающих и записаться по телефону 91740. Жизнь военно-морского флота отдельными эпизодами и экспонатами здесь, в Маяковке. Восемь лет назад члены общественной организации ветеранов ВМФ открыли музей. Каждый принес сюда часть своей истории – личные вещи, обмундирование, боеприпасы, снаряжение и атрибутику. «Самый ценный экспонат нашего музея – это мундир Федора Федоровича Ушакова, ныне прославленного в лике святых». Провести экскурсию для Юрия – дело несложное. Знает все музейные уголки. На службу он поступил в 1968 году. С тех пор он был автопилотчиком крылатых ракет в подводной лодке Краснознаменного Северного флота. Ветеран убежден, чтобы служить в море, нужно знать все детали своего судна. «Там должен уметь все. И пластырь поставить, и струбцины поставить, и муфты затянуть. Абсолютно знать все. Устройство подводной лодкой у нас было на первом месте». Кажется, что работники музея знают все об истории российского военно-морского флота. В их памяти множество событий, которые они пережили за время службы. А в глазах – тоска по морю. «Буксер-спасатель, на котором я печальную участь была. Курск поднимали. Вы слышали, когда появило 118 человек. Вот я участвовал в подъеме, и потом перевод его в док для утилизации». Моряки часто собираются в музей, чтобы сделать перестановку, провести экскурсии и просто поговорить друг с другом. Кто-то приходит целыми семьями. Роза Павловна и Валерий Сергеевич познакомились во время службы на Дальнем Востоке. Мужчина попал на судоремонтный завод, где работала Роза Павловна. С тех пор прошло уже 56 лет. Годы в военно-морском флоте пара вспоминает с особым трепетом. «Вспоминаем часто. Уже эта молодость была. А сейчас чего уже?» «Куда? Потому что мы же принимали участие в строительстве всех типов атомных подводных, всех-всех-всех типов атомных подводных лодок, которые в то время в Союзе строились, на всех мы были». Моря в Сарове нет, зато есть музеи и десятки ветеранов флота, которые всегда рады поделиться знаниями и воспоминаниями. Посмотреть, подержать в руках и примерить уникальные экспонаты могут все желающие по предварительной записи. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Одному из самых популярных произведений Редьярда Киплинга «Книги джунглей» посвятили очередную встречу в рамках проекта «Читальный зал». Сотрудники библиотеки рассказали юным книголюбам о чарующем мире дикой природы. «Мы просили всех детей заранее, чтобы они либо посмотрели мультфильм, но лучше почитали книгу, потому что главный наш упор на чтение книг». В этом году «Книги джунглей» исполняется 125 лет. Задача библиотекарей не только акцентировать внимание на сказке, но и рассказать историю ее написания и биографию автора. «Главное зацепить внимание читателя, чтобы ему хотелось не только эту книжку прочесть, а и другие книги. Ведь он писал не только для детей, но и для взрослых». Алексей Дашку часто посещает библиотеку, а в летний читальный зал пришел впервые. Мальчик погрузился в атмосферу сказки и продемонстрировал свои таланты. Он отвечал на вопросы викторины, разгадывал кроссворд и загадки. Больше всего мальчику понравилось изображать животных. «Я сначала медведя изображал вот так вот, и потом ходил как медведь вот так. Потом мне пришлось изображать Ка. Это я сначала подумал и решил, что, как известно, вот так вот змеи ползают и вот так вот изобразил». Следующая встреча в рамках проекта «Читальный дворик» пройдет 1 августа в сквере около Старого фонтана. Сотрудники библиотеки проведут для ребят познавательный квест «Лента Мебиуса» или «Веселая математика». Начало в 16.00. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. В последние июльские дни в куртках и сапогах летнее тепло сменилось на осенний холод. В европейской части России, в том числе и в Нижегородской области, с 29 июля действует циклон, который вызвал редкое явление – ультраполярное вторжение. По данным метеорологов центра ФОБОС, таких явлений не было уже 70 лет. Давайте узнаем, как пронзительный ветер и дождь отразились на жизни саровчан. Поехала сегодня на огород, побыла немножко, как-то некомфортно. Привычная погода, в принципе. Холодно и неприятно. Что-то в этом году лето выдалось какое-то нелетнее. Никак не повлиял. Свежо, хорошо. Такая погода больше нравится. А уж лучше джинсы одену и накину что-то, чем буду париться. Хорошо вот сижу, хорошо, уютно. Чуть-чуть потеплее оделся только всего. Если жарко, то так все вяло, не хочется ничего делать, а вот когда такая погода, наоборот, я пробуждаюсь. Нет плохой погоды, есть плохая одежда. В холодную погоду организма человека не хватает гормона счастья серотонина, который вырабатывается в том числе от воздействия солнца. Как бороться с хандрой из-за непогоды? Надо работать где-нибудь, заняться чем-нибудь. Вот тогда, можно сказать, скука уйдет. Чай пить зеленый. Друг был как-то в Нью-Йорке, рассказал такую вещь. На остановках довольно много баннеров, и там написано, мне нравится погода, измени ее. Надо настроить на лучшее себя. Надо одеваться теплее. Надо запасаться горячими напитками. Пусть пьют побольше витаминов, заряжаются побольше положительной энергией, позитивом и не отчаиваются. Лето скоро будет. Более оптимистично смотреть на жизнь. Не расстраиваться из-за такой мелочи, как погода. А пока боремся с холодами и снова ждем лето. По прогнозам синоптиков, к выходным столбик термометра поднимется до 20 градусов. И саровчане снова смогут достать легкие наряды. В погодных аномалиях для вас разбирались Дарья Козина, Константин Островский, служба новостей Саров-24. Слет молодых семей Нижегородской области проводится уже три года. И каждый раз свое достижение представляет объединение «Семья», которое существует на базе молодежного центра. Отбор в этот раз был гораздо серьезнее, чем в предыдущие годы. Заявки присылали из 19 муниципальных образований, только 9 вышли в финал. Саровский клуб выдвигал свои проекты в трех номинациях. Один из них, семейная игротека, получил диплом первой степени в номинации «Лучший проект». Проект направлен на укрепление семейных традиций и ценностей, на выработку единых увлечений семейных традиций. То есть мы с клуба закупаем лучшие игры, которые сами отбирали. Раз в неделю, по пятницам члены клуба опробуют эти игры, делают презентацию своих каких-то домашних настольных игр. Большую помощь в подготовке и презентации проекта оказал юный участник клуба «Семья» Евгений Шаров. Мальчик активно принимает участие во всех мероприятиях объединения. На слете он также поддержал свою команду и не остался просто зрителем. В конце презентации мы раздавали конфеты. Абсолютно всем, кто там сидел, мы раздали конфеты. Жюри, диджею, фотографу. Всем раздали конфеты. И тут разные на них пожелания. Также саровчане получили диплом второй степени в номинации «Лучшая презентация клуба». По итогам клуб «Семья» стал обладателем переходящего гран-при слета и был признан лучшим клубом региона. Мы гордимся, что в нашем городе есть такой клуб молодых семей, который стал лучшим по всей области. На самом деле на слете все клубы, которые себя представляли, действительно очень достойные, очень сильные соперники. И победа нам далась нелегко. Сейчас клуб молодой семьи Молодежного центра готовит общегородской квест, который пройдет осенью для всех желающих. За победу в турнире боролись 98 шахматистов. Из Выкса, Кулебаг, Богородска, Сарова, Павлова, Дивеева, Вачи, Мухтолова и Мурома. Соревнование проходило в нескольких номинациях. Дошкольная, школьная, общая, ветеранская. Состязались по швейцарской системе. Победитель играл с победителем, проигравший с проигравшим. Юрий Шевердин вернулся домой с серебряной медалью. Мне неожиданно удалось опередить остальных игроков. Я набрал 7,5 из 9 очков. Третье место тоже 7,5 очков набрало. И вот по коэффициенту получается у меня второе место. Спортсмен отметил, что сейчас его больше привлекают именно быстрые шахматы. В среднем игра занимает от 30 до 60 минут. На ход у шахматиста мало времени. Решающими факторами часто становится быстрая реакция и интуиция. Рациональное использование времени, прежде всего, и отсутствие записи. Это, конечно, экономит время. Ну и вообще надо как-то побыстрее играть, в отличие от классики. Вот в этом отличие то, что здесь вот знания теоретические, они меньше помогут. Игра зависит от разных факторов. Состояние здоровья, концентрации и опытности шахматиста. Борис Гриневич не раз входил в тройку лучших на различных соревнованиях. Турнир в Иксе не исключение. Шахматист завоевал призовое место среди ветеранов. Достаточно приличный уровень. То есть играть интересно, но интересно встречаться с другими. Потому что мы тут друг друга знаем. Знаем, кто что играет, кто как играет. Примерный результат тоже уже знаешь. В Саровчане хороший пример того, как простая игра перерастает в серьезное увлечение. Шахматы – отличная возможность заниматься спортом и достигать вершин, несмотря на возраст и ограничения по здоровью.